Всем привет! Огромный меня зовут Юля. Сегодня у нас на повестке дня палетка от Urban Decay для контурирования с мелодичным названием Naked Skin Shape Shifter. Шифтер. Не новинка. Ей уже, если я не ошибаюсь, года полтора. И лежит она у меня уже полгода, так точно. Но вот, наконец-то, все-таки мои руки до нее дошли. Значит, моя новая подружка в оттенке Light Medium Shift, но я знаю, что есть еще более темный вариант для тех, кто потемнее. Но я не очень представляю, насколько он будет востребован именно на нашем отечественном рынке с нашими же отечественными девушками. Я вообще так сегодня на себя посмотрела и поняла, что я такой прекрасный обращик рядовой девушки. Потому что я представляю, мне кажется, по цветотипу большинство. Русоволосая, светлокожая, с холодным потоном. И поэтому, мне кажется, именно по контурированию я вообще идеальный блогер, что касается цветотипа. Забегая вперед, скажу, что мой сегодняшний макияж весь был выполнен при помощи вот этой палетки и одного карандаша. Ну, да, тональный крем еще был использован, точно, и тушь. Все, все остальное, только палетка и карандаш. Что из себя представляет эта палетка? Во-первых, это такой хороший, увесистый, тяжелый кирпичик. У нас есть четыре сухие текстуры, которые отделены от пяти кремовых текстур. И это очень правильно, очень логично, очень удобно. А отделены они как раз-таки вот таким зеркалом с двух сторон. По сути, это зеркало у нас является основной массой палетки. Поэтому палетка, она непривычно тяжелая. Более тяжелой палетки в моей коллекции нет. А у меня тут, знаете ли, целый ящичек на минуточку. Пойдем все-таки по порядку. Что же у нас представлено в отделении с кремовыми текстурами? Ну, во-первых, сам по себе кремовый контуринг. Причем вот этот кремовый контуринг, на мой взгляд, удивительно удачного цвета. Потому что он подошел вполне себе неплохо даже мне сейчас. А я как бы в таком состоянии хорошей бледности. Конечно, хочется отдельно отметить текстуру. Потому что текстура, конечно, вызвала у меня очень много положительных эмоций. Я сразу скажу, что всеми кремовыми продуктами лично мне удобнее работать руками. Не кистью, а руками. Во-первых, потому что я контролирую, да, сколько я набрала на пальчик. И плюс ко всему, так как у меня кожа сухая, то, например, кистью первый мазок нанесется не так хорошо, как пальцем. Потому что под пальчиком он, знаете, подтает и будет лучше. Поэтому те, у кого нормальная жирная кожа, вам, безусловно, конечно, будет удобнее работать кистью с ней. Причем в плане именно первого нанесения на лицо. Сначала массу вопросов у меня вызвали вот эти три кремовых оттенка. Почему? Потому что, на мой взгляд, они, конечно, суховаты. Опять же, для нормальной и комбинированной склонной к жирности будет нормально. Для моей сухой прям беда. Потому что, я помню, я нанесла вот этот вот себе на запястье. Так его распределила. А потом смотрю, он мне подчеркнул всю текстуру кожи. Думаю, блин. На тебя-то мы точно под глаза не сможем нанести. Но в момент тестов, думаю, ну, была не была, посмотрим, что будет. И вы знаете, неплохо. Вот неплохо он смотрится под глазами, что удивительно. И благодаря вот этим трем сегментам я даже умудрилась сделать какую-то цветовую коррекцию под глазами. Именно по цвету под глазами мне больше всего подошел вот этот розоватый оттенок. А что-то более такое явное, активное, я имею в виду, там, синеву, который даже немножко переходит в фиолетовый, мне потрясающе перекрыл вот этот цвет. Но сверху я все-таки положила еще вот этот розовый. И в итоге получилось очень ровное, цветовое, адекватное покрытие. Но я могу вам вот что сказать. Идеальным оно было под глазами, если мы сейчас говорим про территорию под глазами, идеальным оно было под глазами где-то в течение первых полутора часов. Потом все-таки мои мелкие морщинки вот здесь, вот прямо у самого края века, они, конечно, вылезли. Но я не могу сказать, что это прям как-то супер критично. Нет, здесь, ну, неплохо. Все в пределах допустимой нормы. Еще у нас тут живет пятый оттенок, это кремовый хайлайтер. Вот к нему вопросов больше всего, потому что кисти он наносится очень плохо. Я пробовала разными, но лучше всего его действительно наносить на скулы при помощи пальцев и потом только кистью растушевывать. Вот тогда будет хорошо. Не буду врать, говорить, что это прям супер успешный, удачный кремовый хайлайтер. К сожалению, нет. Он где-то на 3 с плюсом, возможно, на 4, но тут нет. Таки, это у нас палетка. Если мы говорим о том, что мы сначала делаем что-то кремовое, потом закрепляем это сухими текстурами, вот тогда в этом плане все хорошо. Потому что на этот кремовый хайлайтер прекрасно наносится вот этот вот пудровый. И в итоге мы имеем, посмотрите, какое прекрасное свечение. Единственный недостаток этой палетки, на мой взгляд и лично для меня, это в принципе, ну, косяк всей марки. Потому что Urban Decay вообще как-то пропускает то, что люди могут быть с холодным подтоном. И проблема вот в этих двух оттенках. Потому что с первого взгляда кажется, что вот этот идеально подходит для контурирования, но на самом деле нет. Нет, он тепловат, он все-таки тепловат, видите? Даже холодный кремовый контуринг, который нанесен под низ, он его, к сожалению, все-таки не нейтрализует, он его побеждает. И если, допустим, в вечернем макияже я как раз-таки предпочитаю сделать сначала кремовый холодный контуринг, потом добавить чуть более теплый оттенок и в итоге получается все очень натурально, то здесь это не проходит. Потому что средство очень пигментированное и слишком теплое. Поэтому получается, видите, вот такой результат, который в целом, в принципе, смотрится, ну, удобоваримой. Но есть к чему придраться, да? Прямо скажем. Посмотрела снятый материал и поняла, что для вас не совсем наглядно, о каких именно проблемах контуры идет речь. Почему я говорю, что он такой теплый? Ведь основная проблематика не так видна на той съемке, которая была до этого. Все дело в том, что основная теплота начинает активно пролезать в искусственном освещении, вот как на той съемке, которую вы видите сейчас. Хотя здесь изначально приоритет холодного белого, но с некоторым добавлением искусственного теплого света. Отсюда напрашивается один вывод. Если вы проводите основное время под естественным светом или под холодным белым, то вам с этим продуктом подружиться будет проще, чем тем, кто его будет носить под обычными лампами. Именно поэтому только в плане контуринга я считаю, что к продукту очень много вопросов. Но если рассматривать ее как многофункциональную дорожную палетку, то это прям хорошо. На 4 с плюсом вполне уверены, потому что при помощи вот этого оттенка я умудрилась нарисовать брови. И брови выглядят натурально, они выглядят допустимо теплыми для моего типажа. Я пробовала рисовать брови также при помощи вот этого сухого оттенка, но я скажу, что они слишком теплыми выглядят. Это прям слишком ненатурально. Этот кремовый оттенок, на мой взгляд, по цвету подходит, ну, огромному количеству девушек славянского типа. Единственное, это не суперстойкий продукт. Текстура, опять же, повторюсь, именно у контура очень интересная, потому что это, казалось бы, кремовый продукт, который вы можете тушевать. Тушевать довольно долго, но в конце он все-таки чуть-чуть подсхватывается. На лице он подсхватывается прям так хорошо. А вот на бровях, если вы любитель потрогать брови, почесать брови, нет, все-таки он требует закрепления гелем. Потому что, как ни крути, когда вы наносите на бровь большее количество продукта, нежели, допустим, на скулу, и потом растушевываете в очень тонкий слой, и этот тонкий слой схватывается, и потом все прекрасно, с бровями не так. На бровях, в принципе, масса продукта больше просто в силу работы с этим продуктом и работы именно на бровях. Поэтому, если с бровями вы любите в жизни очень активно взаимодействовать, то, ну, конечно, нет. Удивила палетка еще в том плане, что она прекрасно подходит для макияжа глаз. Внезапно! В качестве базы я использовала один из вот этих вот кремовых светлых оттенков. И, вы знаете, все прекрасно. Я потом, правда, еще немножко пудрой прошлась для закрепления, и все-все прям было хорошо. Ну и чтобы на камере все максимально попробовать, я в качестве кремовой подложки на уголок глаза использовала оттенок для контуринга. Он прекрасно растушевывается. Просто замечательно! Вот не каждые кремовые тени так прекрасно растушевываются, как этот оттенок для контуринга. Ну, а потом весь основной макияж я делала этим оттенком и иногда немножко добавляла более теплый оттенок. И вы знаете, тени, как тени, палетка как тени, прекрасно наслаивается друг на друга. Можно прям набивать. Если любите воздушный макияж, то можно сделать при помощи этой палетки пушистой кисти. Но мне хотелось набить поплотнее, посмотреть, что будет. Я использовала плоскую натуральную кисть, дай бог памяти, из енотика. И все прям было прекрасно. Я вот удивлена, насколько на камере классно смотрится макияж глаз, сделанный при помощи палетки для контурирования лица. Если делать выводы, я бы сказала так, что как именно только контуринг, ну, для очень узкой группы целевой аудитории. Потому что вы должны быть с теплыми волосами и теплым подтоном кожи. Иначе вот получится, как у меня, ржеватые кирпичные скулы. Что касается палетки с собой в теплую страну на отдых, прям супер вещь, на мой взгляд. Потому что она в этом плане очень универсальная. Достаете, вечером делаете классный мейкап, добавляете для выразительности какой-нибудь карандашик. Можно еще взять с собой один пигмент, чтобы налепить его прям вот на выступающую часть века, и чтобы этот пигмент был каким-то супер ярким. И все. И вы звезда, звезда сегодняшнего вечера, звезда программы. И тащить не надо с собой кучу палеток. В этом плане мне эта штука очень понравилась. Странное очень мнение. Потому что, почему такая теплая? Ну, я понимаю, почему. Потому что американки предпочитают вот такой вот очень теплый макияж. Аурман ДиКей изначально американская марка. И базируется она, скажем так, больше на мнение американок, а не жительниц России, которые вот такие, как мы с вами, бледненькие молечки. Текстуры классные. С ними приятно работать. Трудно напятнить. Они так обалденно растушевываются. И, в принципе, поддаются взаимодействию с любыми кистями. Но вот из-за вот этих вот двух подружек, вообще вот этот бронзер я даже не представляю, как использовать. Просто не представляю. Вот кажется, что я его нанесла, да, в качестве контурирования. А я даже его не трогала, потому что я уже вижу, какой вот этот оттенок. Насколько он теплый, оранжевый, кирпичный. Ну, правда. Вот, посмотрите. Ну, кирпич. Кирпич натуральный. И вот рядом с ним оттенок для контуринга. Я вам скажу, вслепую эту палетку я бы заказывать не стала на вашем месте. Обязательно дойдите до какого-то корнера магазина Urban Decay, где представлена эта палетка, и попробуйте на себе вот этот цвет для контурирования. Если вам хорошо, если у вас от этого скулы появляются, вот это супер вещь, супер покупка, супер находка. Потому что она намного многофункциональна... Намного многофункциональнее. Она более многофункциональна, чем, на мой взгляд, заявляет об этом производитель. Потому что ей бровки можно нарисовать, и вон глазки какие неплохие получаются. Но вслепую нет. Даже не думайте заказывать. Вообще продукт сам по себе действительно очень хорошо продуманный. Начиная от разделения на кремовые и сухие текстуры. Да, мы знаем, как они любят смешиваться вот даже с этой тоненькой маленькой пластиковой перегородочкой. Как одно летит на другое, и потом невозможно пользоваться совершенно кремовыми продуктами. Так и в плане даже цветовой продумки. Единственное, что, конечно, вот много вопросов занимают вот эти два оттенка, не всем, далеко не всем в России они подойдут. Но в плане поиграться, в плане многофункциональности, в плане взять с собой в отпуск, да прекрасная вещь. Опять же, повторюсь, что макияж я сегодня, по сути, сделала одной палеткой и одним карандашом. Ну, я вот, кстати, рылась в своих запасах и поняла, что хайлайтер сухой, не уникальный, и у меня есть такой же. Вот, пожалуйста, это Катрис из их лимитированной коллекции Кавьяр Гош. Так как лимитированные коллекции Катрис через энное количество времени имеют свойство повторяться в плане текстур и цветов, то посмотрите, покараульте, скорее всего, что-то аналогичное появится вновь. Здесь хайлайтер Urban Decay и рядом хайлайтер вот этот вот, Катрис. Видите разницу? Я вот, например, не очень. А вот на этой руке я тут попыталась найти аналог Urban Decay среди всех своих кремовых текстур, но нет, понимаю, что в моей коллекции это уникальный оттенок кремового контуринга. Так что здесь я вам не подскажу аналог, если вам вдруг интересно и понравилось. Есть, конечно, что-то похожее, но вот 100% того, чтобы совпадало, нет, к сожалению. Человек-чингадюк. Сижу вот думаю, как относиться к этому продукту. Вот, казалось бы, с одной стороны, я не согласна с тем, что это суперкрутая универсальная палетка для Кои Туринга, для меня, во всяком случае. Меня удивила ее многофункциональность. Я думала, что брови у меня сейчас сразу же сотрутся, как только я сниму шапку, например, что макияж глаз я в принципе не смогу сделать, потому что текстуры для лица значительно отличаются от текстур для глаз по пигментации, по стойкости, по возможности наслаивания. Но нет, здесь прям получился прекрасный результат. И вот как так, да, с одной стороны позиционирование, а с другой стороны реальность. И мне вот трудно сделать свой вот. Девчонки, давайте делайте его вместе. Спасибо вам огромнейшее за внимание. Я безумно рада, что вы провели со мной это время. Желаю вам всем хорошего дня и до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»